Царю Небесной, Утешителю души истинной, И живи с детствой, И вся исполняяй Сокровища благих И жизни подателю. Приди и вселися вны, И очистены от всякий ясквенный, И спаси, блаже души наша. Отец наш Небесный, имени Господа нашего Иисуса Христа, благослови нас, по слову Твоему Святому пройти обучение. Как некогда в сегодняшнем повествовании Марфа с Марией были там, и Мария сидела у ног Твоих. И эту благую часть избрала, она сказала, Господи, даруй нам эту благую часть избирать постоянно. Даруй, чтобы у нас всегда было желание учиться по слову Твоему Святому, трудиться во благо славы Твоей. Помоги нам, Господи, без Тя не можем делать ничего. Слава Тебе за все, Отец и мой Святой Дух. Аминь. Ивангелие от Матфея, продолжаем. Первый том Нового Завета с толкованием, блаженого Феофилакта. Ивангелие от Матфея, 4 глава, 5 стих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. Толкование. Это была боковая, выдавшаяся часть храма, представлявшая крыло. Еще прочитаем, 6 стих. И говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе и на руках, понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. Толкование. Словами, если ты Сын Божий, хочет возбудить тщеславие. Сюда садитесь, вот сюда вот ближе. Можно лицом к камере. И вот сюда вот можно сесть. Сюда, идите. Сюда садитесь. Татьяна Кузьмина, а вам писать надо? Вот сюда садитесь, идите ко мне. Будете писать. А вы ближе садитесь ко мне. Вы что меня боитесь-то, я не прокаженный? А он не кусается. А то сейчас, а то будет видно, плохо будет видно. Садитесь. Он тебе даст энергию. Если меня откусит. Хорошо. Сейчас, идем отсюда садитесь. Хоть бы раз кто-то от меня что-нибудь откусило. Сказали бы, как его. От мяса твоих пытали бы напитаться. Хотели бы напитаться. Мы же так иногда этих самых котиков своих, собачек треплим. Ах ты, нашли сладенький. Ах ты, хорошенький. А что он сладенький-то? Таким и съел. Я говорю, что ты хорошо ведешь занятия. Тихушку только. И мы рассуждаем. Ну хорошо, хорошо. Ладно, не надо мне. А то перехвалите еще. Да. Поэтому мы и не хотим. А то это будет как будто на крыло храма поставил. Искушение такое. Это же слава искушения. Мы в тихушечку. Да. Ну вот читаем дальше. Какая глава? Толкование. Теперь Матфея, 4 глава, 6 стих. Значит, толкование такое. Словами, если ты сын Божий, хочет возбудить тщеславие. Я не верю голосу с неба. Как бы так он говорит. Сатана. То есть, покажи мне, сын ли ты Божий. Проклятый. Восклицание стоит. Это толкователь. Как бы проникнул в вымысл его через славу Божию. Неужели потому, что он сын Божий, ему должно было бросить Слови Божий. Твоей жестокости свойственно низвергнуть беснующихся, А Богу спасать. А то, что написано, на руках понесут тебя, Написано не о Христе, Но о святых, которые нуждаются в ангельской помощи. Христос же, как Бог, не нуждается в ней. Видите, такое повествование интересное. В Слове Божьем. Вот сюда. Вот. Эти... Есть заповеди Божии, заповеди есть сатанинские. Так вот, как еще говорят, Сатана, это... Как подражатель. Допустим, человеку подражает обезьяна. Часто. И поэтому такая пословица есть у людей. Ты, говорит, как обезьяна с гранатой. О чем это говорит? Глупое подражание и порой безрассудное до того, что... Ну, что может обезьяна сделать с гранатой? Ну, вот. Она обязательно дергнет это колечко. Они все что-то дергают, что-то им надо разрушать. Помните, там фильм есть такой... Там они, где на корабле-то плывут, и там Тигров выпустил этот обезьяна. И они там... Ну, старинный фильм. Полосатый рейс. Это вполне могло быть правдой. Они все открывают, им ничего нельзя доверить. Они умеют, вот, посмотрят, и вот, подражательно. Подражательно. Вот так же точно сатана подражает Богу. Помните, как он... 14 глава Исаии книги. Как он говорит? И поставлю, воздвигну престол на севере, выше престола Божьего. То есть, значит, у Бога престол есть, он знает, что такое престол. Там, где Господь всех принимает. И он там тоже был. Это книга Иова, читаемая. Как он говорит? И предстали сыны Божьи, и среди них Сатана, написано, предстал. И как он... Он спрашивает его. Спрашивает, ну как? Где ты был, вроде, сын мой? Это же Сатана, это же Люцифер. Светоносный. Господь его так назвал. Светоносный, светозарный. Такое название дал. И оказался первый предатель. И вот он говорит, видел ли ты, но обошел, я говорю, землю обошел. Обошел землю, Сатана. То есть, ну какое-то время им надо. То есть, они тоже имеют временные рамки. Не может, допустим, Сатана вот в одно мгновение вот так раз, а в другое мгновение так. Нет, какое-то нужно время ему тоже для этого. Ну, правда, это быстро все происходит, но... И он говорит, а видел ты Иова, моего праведника, богобоязнен, удаляющийся от зла, праведник. То есть, да, конечно, ну и там начинает разговор. То есть, они... То есть, вот как все происходит это. И вот, то есть, он подражает Господу. То, что как Господь собирает там своих, ну, своих чад, это то, что он сотворил, творение свое. Так и Сатана, так как он хочет подражать. Но так как он никого не сотворил, это все происходит подражательно. И только в противоречии Богу. То есть, вот, сегодня как раз читали мы о гордыне. Вот, гордыня это корень и опора всего... Демона. Да, демона это в страстях человеческих, опора зла. Вот это гордость. И вот самое, от чего не может избавиться Сатана, это от гордости. Это может ли поклониться? Поклониться не могу. Покаяться не могу, да? У меня вопрос от одного из телезрителей. Вот они задают вопрос, значит. Ангелы имеют свободную волю, так же, как и человек? Я отвечаю, что нет. А тогда следующий вопрос. Если не имеют, как тогда Люцифер мог возгордиться, воспротивиться воле Божией? И третья часть ангелов его поддержали, вследствие чего потом были изгнаны из сонма ангелов, сонма демонов? Вот на этот вопрос дайте ответ. Главное здорово, здорово, прям подловили прям. Ответ. Путили, путили. Ответ. Свободная воля. В чем у нас свободная воля выражается? По образу и подобию Божьего человека, а ангелу не сказано по образу и подобию Божьего. Ангелы имеют некоторый изъян, хотя ангел невидим, и ангел не ест, он не болеет, прекрасно не болит. Вообще здорово не болеть, никогда ни спина не болит, ни голова. Не спят. Не спят, не устают они, но есть свое но у них. Они не имеют свободной воли, как человек, потому что они не по образу и подобию Божьему сделаны, сотворены Господом. А Сатана, он же первый был, Люцифер, и конечно он первый после Бога. Он все знал. Он все знал, все, все знал. Ну только единственное, он не знал, какой будет человек. Да, Господь и сам не знал, какой будет человек. То есть Господь знал, какой будет человек, и Господь даже знает, кто будет спасен, а кто не будет спасен. Но Господь это пускает все на собственную волю человека. Вот так. Боли самое страшное. И вот теперь, чтобы мы были в подобии по образу Божьему, у нас вот эта свободная воля, но для того, чтобы эта свободная воля не завела нас сразу в преисподнюю, к тем 1-3 бесам, которые пошли за сатаной, Господь нам вот это дал познание добра и зла. И мы можем в свободной воле идти или к злу, или к добру. И причем это может продолжаться не как у ангелов. То есть выбрал один раз что-то, или ты злой, или ты добрый, и ты в этом уже остался. Потому что дальше выбора у тебя нету. Нету такого, что там демон покаялся, написано там, ну демон Лермонтов написал, и горючая там слеза прожгла камень, там все, покаялся демон. До этого не быть не может. Это противоречит законам Божьим. Все. Один раз закон сделан, как написано на луне Авраамова. Говорит, между вами и нами утверждена великая пропасть. Ни вы не можете к нам перейти, ни мы к вам не можем перейти. Но для человека это после смерти. Здесь при жизни мы можем выбирать. После смерти, так же как и для ангелов, заканчивается выбор. И поэтому ангелы один раз выбрали. Вопрос следующий. Ну а почему они так выбрали? Одна треть пошла за сатаной, а другая, одна треть за Богом. То есть до этого, получается, все шли за Богом. Все славили Его, были Серафимы, Херувимы, ангелы, престолы, начало, власти, господство. Все были за Бога. Все прославляли, все это, никто никуда не уходил. Ну вот, появился человек и появился повод для зависти, для гордыни сатанинской. Как я сегодня уже слышал, там слово сказали, ага, все, ты открылся, вот мы теперь видим, кто ты есть. Так и сатана. Мы увидели, кто он есть. Когда сатана сравнил себя с человеком. Кто такой человек? И вдруг человек, он такой приземленный, он ходит потихонечку по этому эдемскому саду маленькому. А сатана уже облетел все вселенные, там на солнце побывал, везде деятельность нужна ему. А тут какой-то червячок. И Господь вокруг него, Господь постоянно с ним, что-то там рядом с ним, что-то разговаривает. Кто ты, кто ты такой, я не могу понять. И Господь говорит, ты будешь хозяином здесь. Вот тебе всякие животные, называй их, называй этих животных. Ну вот тебе дерево познания добра и зла. Смотри, не ешь от этого плода. Ну и Люцифер, не написано, что он с Богом разговаривает. Но он как бы себе же имеет, он же великий ум. И он смотрит на это все. Я не понял, а что ты с ним тетежка? Кто это такой-то? Это я? И вот это вот такой, между кустами, какие-то плоды ест. Зачем? Что это такое сделано? Кто? Нет, он ничего не понял. Он как не смог, вот сейчас мы видим, от Иисуса Христа, Господа нашего, добиться ответа на вопрос, сын он Божий или не сын. Точно так же он в Адаме-то не распознал своего губителя. Не распознал. А мог бы, раз такой великий ум, немножко, почему? Он не знал, что Адам покается. Это ему не дано. А покается, когда каешься, вот когда простил кому-то, был в гневе на кого-то и простил. Такое облегчение, сатане, представляете, это никогда не испытать. Я вот сейчас об этом говорю, и у меня такое облегчение, потому что я неоднократно это уже делал, каялся, и пред Господом, пред другими людьми, и знаю, какая гора спадает с плеч. Невероятная просто. Это вот кто только... Вот хорошо это описывает Джон Буньян. Помните путешествие? Да, путешествие Перегрима. Перегрима. Как он говорит, у него как будто за плечами огромный рюкзак этот, и вот он подошел ко кресту, и вдруг с него что-то падает, и он прям распрямляется, даже немножко назад его откидывает. Почему? Огромный груз спал. Это покаяние греха вот этого спало, когда он прикоснулся ко кресту. И он пошел дальше. Хорошо описываю. Обязательно кто не читал, обязательно почитайте. Для первых христиан путешествие Перегрима, христианка, потом следующее, это просто настольные должны быть книги. И, да, кстати, хорошо, что вспомнили мы об этой книге. Мы, я думаю, наверное, все ее читали. Кто соприкасается с нашей общиной, ну, тех времен еще, 2000-й год, те всегда читали. Потом как-то у нас перерыв был такой большой, как-то люди приходили. Сейчас больше канал смотрят. Да, сейчас канал смотрят, да. Читать надо, конечно, читать однозначно. Сегодня вот мы с Владимиром говорили, что значит не бывать на занятиях и не понимать значения всего Слова Божьего. Мы сейчас тут говорим, а здесь же очень много ветхого, заветного. Вот про крыло храма написано. Почему на крыло храма он вышел? Что такое крыло? Это, вот, об этом, это говорится о чудесах света. Храм это было как одно из чудес света. Храм это. Почему? Потому что построить из блоков, которые весят по 10-20 тонн, огромное здание, без механизмов, одними руками, это уже тяжело очень. А когда все это воздвигается на десятки метров в высоту, до 100 метров, это чудо целое. Вот почему пирамиды так прославляются? Они неказистенькие пирамиды-то такие, какие-то все. А когда сейчас ученые начали раскрывать весь замысел-то, что это было? А, вон что, оказывается, это пирамиды. Они делались из блоков больших, там засыпались всем подряд, там щебенкой. А сверху были обложены огромными еще плиток, ну, этими брусками известняка. Известняк был, белый известняк. И он на солнце искрился прям. И вся пирамида сверху была ровно-ровно сделана вот на четыре стороны. А сверху еще большой шестиметровый золотой вот такой пирамида наверху на самом устанавливался. Представляете, какой кристалл сияет? Ну, чудо света. Сейчас они чудо света, а тогда подавно было чудо света. Как это произошло? Это было чудо света. Но, если те чудеса относятся к язычеству, то это чудо света. Это храм Божий. Это дом Бога. Там Бог живет. И сатана спокойно говорит Христу, ты на этот храм-то заберись, да и вниз-то сбросься. То есть о чем это говорит? Полное богохульство, полное отступничество от Господа. И его поставили на храм. То есть пожар говорит об убийстве. То есть самоубийство это настоящее. Прыгни сам, не подталкивай этого. Прыгни, прыгни. И там ангелы тебя подхватят. И ты просто спокойно опустишься, как на парашютике. В этом очень много заключено. Ведь храм, как его строили, с какими надеждами. Перед этим скиния собрания какая была. Как Господь на горе показывал, как ее сделать Моисею. Это же все Господь делал. То есть дом, это уже следующая ступень была. Это как бы скиния, только уже в камне воплощенная. И Господь принял главный этот храм. Дом Божий. Да, осветил. Да, осветил. И если мы говорим тут про освящение, это написано, при святейший храм, написано, святейший храм, книга Макарийский, вторая по-моему. Святейший храм, вот как написано. Святейшее, святейшее сейчас есть, а там только был один раз написано, святейший храм, все. Больше, и святейшая вера еще есть. Так что, вот о чем здесь, о чем говорится, о том, какое богохульство было. А если ты не читал Ветхий Завет, ты ничего по этому вопросу не скажешь. Ну, прочитал здание какое-то, какое здание, сколько оно метров? Если ты не читал, тебе какая разница, сколько? Да два. Да нет, в том-то и дело, что не два. Так это еще и святое место. Там не должно происходить никаких убийств. Там приносится жертва Богу. Там не до того, что там думать, а о том, что кто тебя обидел. Там мыслить надо только об одном. Бог спаситель, Бог отец, Бог самое родное существо, которое у нас есть. Присущественное добро, которое несет только благо для тебя. А я там больной, я там больной, у меня маленький ребенок умер там, в очереди еще моей жены. Забудь обо всем, все, забудь. Все это тебе вернется с Торицей. Ты сумасшедший, что ли? Как это вернется, когда все умерло, ничего нету? Тебе книга Иова расскажет, как вернется с Торицей. Десять детей погибли, и что? И десять детей обратно дал. А, десять только. А почему этих-то не воскресил? Не воскресил. Ну вот видишь ты, вот ты плохой, значит. Так он в Царство Небесное к себе взял этих десятерых. Им-то все равно погибать было, умирать, как и тебе. А он всех взял и забрал к себе. А почему? Там еще интересный момент, когда он, написано, они были выросшие уже, большие все дети, пять дочерей, пять сыновей, и собирались каждую неделю, они такие дружные были, у старшего брата в доме, и там у них была трапеза, и они молились Богу. И после этого Иов приносил жертву Богу, за всех их, а не сделали бы они что-то против Бога. Ну то есть, в разговорах, или во что. До какой степени он любил детей, и был, ну не знаю, богобоязненным, прям невероятно. И однако, Господь все равно их принимает к себе. Что они там могли сделать, не знаю, видать какие-то у него были на этом планы. Ну может быть он считал, что женщины там, его еще дочери не совсем благополучные, а сынки еще молодые, как вот тот, который, помните, в 16 главе Евангелия от Луки забрал причитающуюся ему часть имения и ушел в какую-то страну. Там все профукал, и вот он уже, как говорится, у свиного корыта лежит. Ну и он так же, видать, какие-то сыновья были. Вы видите, как говорится, яблони от яблони недалеко падает. Есть такой хороший, ну пословица такая, и все, да, да, яблони от яблони недалеко, яблони от яблони, как это недалеко? Ну у нас, если так взять, то у нас полно все безбожники. Значит что, все безбожники должны быть? То есть родится у тебя сын, он будет такой же, как я, а ты безбожник, какой-то табакур, блудник и пьяница. И что, и такой же будет сын? Яблони от яблони? И ты хочешь этого? Или ты сидел в тюрьме? Ну у тебя там же будет сын, что ли? И дочь там же? Ну что это такое? О чем это говорится-то? Яблони от яблони? Про яблоню скажите, а про людей-то зачем говорить? У человека свободная воля. Он образ и подобие самого Господа Бога. Он захочет и переломит все. И у нас, ну вот было бы у нас яблоко от яблони, верующие, все бы дети были верующими. А нет, мы смотрим, как-то, как-то закрутит их, прям скорежит и начинает такое творить, что, почему? Ну понятно, что есть одно такое корявое яблонь, которое хочет, чтобы все были там в воду вместе с ним. Сатана его звать. Люцифер, Левиафан, древний змей, прямоходящий и скользящий в морях. Так что, вот оно и Слово Божие, все нам понадобится, обязательно все понадобится. и с ним рассматривать очень легко. Вот сейчас легко же мы рассмотрели это все, богохульство. Ответ, да, я как бы сказал уже, я не знаю, что еще можно добавить. Слово Божие, вы что-нибудь добавите? Свободную волю. Самое главное, допустим, взять мытаря, мытаря, Матфея, сидел у сбора пошлин. А такие, что было, как мытари раньше поступали? У них были, как у Петра Первого, эти, целовальники, знаете, кто такие? Ну, это люди, которые занимались продажей спиртного. Они у Петра Первого выкупали патент на продажу спиртного. То есть, давали ему сразу какую-то кучу денег, он это забирал, и он теперь давал, на сколько это лет, или пожизненно ты можешь заниматься продажей спиртных, спиртного. И они по разным там этим кабакам завозили там свою эту самую, или прямо у них целые кабаки были. И люди там спивались, естественно, все, и все деньги шли им. Доброе дело делали, ребята? Для Петра Первого доброе, потому что ему нужны были деньги сразу. А то, что сколько там люди выпьют, чем больше, тем лучше получается. Спаили. Вот мытари были, вот точно такие же там. То есть, римляне должны были собирать налог с каждого, подушно, с каждого человека. Как это собрать его? Ну, это долгая история. Так вот, этот мытар приходил и выкупал часть какую-то населения, вот этот район я выкупаю, даю вам вот столько-то денег, а налоги буду собирать. А теперь он сколько хотел налога, столько поставил, потому что он частное лицо. И вот это был Матфей Мытарь. Вы понимаете, какие у него деньги были? Но это все равно, что как отказаться, он губернатор Приморского края, которого посадили, у него одни часы были, только на 360 миллионов. Или там, ручка одна на 36 миллионов евро. В бриллиантах вся. Как отказаться от этого? Да невозможно отказаться. Невозможно, вы понимаете? Невозможно. Не понимаю. Не понимаете? Невозможно отказаться от этого, просто самому сидеть и вот так. Это я столько людей награбил. А ну-ка, пойду-ка я отдам как закей. Вот это вот отдам, все раздам и еще четвертую часть отдам неснуждающимся всем. Ну с чего это будет? Да никак не может этого быть. Никак. Это свободная воля человека. Свободная воля. И Матфей это сделал, и Закхей это сделал, и еще многие там сделали. Сами отказались. Сатана не может отказаться от гордыни. Не может. Нету свободной воли у него. Он был когда-то свободен, потом принял на себя эту зависть и по зависти незвежен был страстями этими от Господа. Приобрел имя противящийся и противоречащийся сатана переводится на наши на это на это Сатана это противник это арамейское, а дьявол это греческий перевод. Противящийся, противник Бога. Противник. Ну как были фашисты у нас там, немцы, а тут были большевики русские, красные, так и здесь. Вот Бог, а там дьявол, сатана, Люцифер. И вот так поэтому и говорится о том, что свободной воли нету у сатаны, нету, он не может сейчас пойти покаяться. Ну а что мне не покаяться, я все могу, пойду покаюсь. Ну что не покаяться ему, столько зла натворил уже. Там просто увидишь, как маленькую вот это показывает девчонка, на пенек положила котенка вот такого маленького, перед этим там, перед камерой, и все. Его так топором взяла, его так вот накрошила. Такой хороший, она показывает его, хорошенький, гладит его такой, хорошенький. Вот так поставила на пенек, и вот так вот накрошила. У нас здесь, в Алтайском крае, в каком-то там на лобе, что-то там какой-то. А сколько лет? Какая же, 16 лет. Да, да, да. 16 лет. Как Ваня. И отец стоит, просит прощения, а отец плачет, глава этого района. Сам в шоке и плачет. Меня говорят, хотят убить, мне хотят стоять. И люди там все просто, вы недостойны жить. Ну что это? Как это? Как это? Как это? Это просто маленький, это котеночек маленький. Так он порубил, не она порубила. Она бесноватая. Чуть непонятно. Просто выход должен был где-то у ней найтись. Вот она сейчас порубила, и сейчас все говорят, для этой девочки ввести ограничение свободы. Так она несовершеннолетняя. Все равно ограничение свободы для нее. Специально для нее ввести, чтобы ее посадить. Такую нельзя выпускать. А вот трое девочек убили своего отца в Москве. Им что там? Младше 14 лет. Да я нет, я не про это совсем говорю. Я же, я говорю о том, что даже когда маленького котеночка зарубили, и просто всплеск такой у людей, ненависти к этому, вот как, это не просто безобразие, вы зачем так творите? А люди не могут осознать, что случилось. Они не верующие, они не могут, а мы-то верующие, мы можем осознать, что случилось. И нам жалко котеночка, жалко. Так если бы сатана-то понимал все, он при виде только одного зарубленного котеночка должен покаяться уже, с колен не слазить там, уже крылья все свои и зарвать вот так пред Богом. не рвет? Нет. Он еще хочет, чтобы каждый из нас рубил, и не только котеночка, а друг друга поедал, поедал, жрали друг друга, ганнибалы там эти и так далее, каннибалы. Вот что он хочет-то. Никакой свободной воли поэтому у него и нету. Потому что он не может простого сделать. Он ни одной частички добра не может сделать. Он уже сатанис. Горбина садила все. И вот это Булгаков в своей мастере и Маргарите это и показывал. Он это показывал. Вот он беседует с двумя людьми на потрясших прудах. И говорит о том, спрашивает, что Бога нет, а эти два большевика. Ну конечно нет. А сатаны тоже нет и сатаны нет. То есть они спокойно отвечают сатане, что его нет. Ну и что ответили? А он начинает им как бы рассказывать о Боге на самом деле он у меня о Боге рассказывает. Он о своей гордыне рассказывает это все. И все, что там не делается дальше, все ведет к тому, что все в тюрьму попадают, в дома умолвешенных, самоубийством заканчивают и в конечном итоге там все вот такой один сырбор. То есть вся правда показано показано при этом. Но это показано было Булгаковым надо говорить в каком году. Он это показал в сороковом году вышел. Да он даже не вышел этот роман, его бы не выпустили. То есть начали перепечатывать его вот так в сороковом году. То есть когда был полный безбожие, вообще никто не говорил ни о Боге, ни о сатане. И он в таком виде как бы подал понятие об Иисусе Христе. Через это хотя бы людям показать, что о чем вы говорите. Все что творится, а ведь пожары там какие, самоубийство, воровство, ограбление, коррупция, страсти всякие, пьянство. Там же все показано. Это все от сатаны. И все это сатана своим клевретом бесам дает делать. И люди спокойно начинают принимать бесов, хотя они мы не верим в Бога, в черта тоже не верим. Прости Господи. Ага, что беснующиеся. И там одна бабушка только показана у него, которая подняла руку, чтобы перекреститься, когда увидала этих черных всадников там. Хотела перекреститься, а этот говорит, руку отрублю, только перекрестись. И она сразу расписывала, только и убежала. А ведь если бы она перекрестилась, вы понимаете, чтобы было, книга бы закончилась вся. То есть получается в Москве есть верующие люди. А этим он показал Булгаков, что засилие полностью бесовщины по всей стране. Это Москва. Ну, Москва, страна, он об этом и говорит. Ее бы и не пропустили, они поняли, о чем идет речь, большевики. Потому что их же бес направлял. Поэтому свободная воля, да, сильный, конечно, вопрос, но он легкий для нас, потому что мы же видим, чем закончилось это для Адама. Адам сейчас на небесах у Господа. Он покаялся, и Ева покаялась, и многие праотцы покаялись. Хотя и даже верующий Авраам, по идее, должен быть в преисподних местах. А мы видим лон Авраамова, говорит Господь. Сам же он говорит этой истории на лоне Авраамовом. То есть отдельно Авраам стоит. Но не может Господь с такой своей со своими такими законами добра и милосердия не отдать должное тем, кто шел за ним всю жизнь или искал его. Об этом везде и всюду говорится в Слове Божьем. Мы сейчас дальше это увидим. Слушал его, послушал его. Дальше. Седьмой стих. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Христос кротко отражает его, научая нас побеждать демонов кротостью и смирением. Мы только говорили о кротости и смирении. Это как раз и относится к свободной воле. Восьмой девятый стих. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если пап поклонишься мне. Толкователь. Дьявол явился ему в чувственном виде, посему чувственно же и показывал ему с горы и все царства, подставляя их пред очами его в призраки. по своей гордости он признает мир свою собственностью, так и ныне он говорит любостяжательным, что они поклоняясь ему будут иметь все это. Сейчас нам легко это представить призрачно. Что у нас телевизор призрачно. Кажется, вот руку протяни, там много хлеба, еды. Нам хватает туда, ничего нету. Вот призрачно прошло все. Ну и показал ты. А где гарантия-то? Где подпись твоя, что это все будет твое точно? И во-первых, должна быть еще подпись, что это точно мое. Где это подпись у Сатаны? Ее нету, что это его. Он только мог разрушать все. Сатана. Создать что он мог? Ничего. А Господь как все стройно создал? И так все стройно создал, а в умы людские сейчас такое встраивают, что везде хаос, солнце остывает, нет, оно наоборот кипит, ой, там магнитные бури, там у всех головы болят, а Луна вышла, а Луна сегодня читали на бесноватом, а Луна, а когда Луна, он беснуется, это Луна все виновата, она туда-сюда светит, и его там начинают волосы там расти у него, зубы, вардалаки получаются всякие, и кровопийцы ходят по земле, когда Луна. Вот придумано как все. Сатана как опорочить творение Божие, и везде метеориты летают, ага, вот увидите люди, метеорит один хлопнет по вашей земле, и там попки эти ученые бесноватые, да-да, летит там один, летит там один, и вот они все везде выскакивают, для чего сделано? Небо пролетело. Чтобы люди наблюдали только за этим, и не молились Богу, забыли вообще о Боге, забыли о церкви, а только одно, ой, метеорит-то летит, как бабушки, как бабушки на скамейке обсуждают, те, кто живет в подъезде, те, кто входит и выходит, кто там что, вот так точно и люди обсуждают пока все это призрачные страхования бесовские называются, а Господь как нам говорит на этом? Будут войны, слухи о войнах, будут землетрясения, наводнения, там, будут, 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 по местам, но все это, всему это надлежит быть, вы не бойтесь и не ужасайтесь, потому что то, что Господь сотворил, никто не уничтожит, кроме Его, но чтобы в это поверить, нужно быть верующим, горчичное, зернышко нужно, вера всего, людям, а ее нету, почему? Очень сладкие дела житейские, очень много там этих страстей, которые кипят, кровь аж бурлит у них, и вот сейчас в последнее время очень много всего этого пошло, раньше у нас такого не было, спорт, ну спорт там был, да, спорт был какой-то там, секции, ну занимались, ходили, а теперь все это, за это дают деньги, и люди стремятся туда попасть, и много денег, да, футболисты там, сотни миллионов, там, ну по ушам людям ездят, и все прям, молодежь вся, только туда, эти, синхронист, синхронное плавание, все разделися, художественная гимнастика, все раздеты, приходят, и вот, девушки все раздеты, голые практически, для чего это все сатана делает, и везде, адреналин, нужен адреналин, я помню, ходил в секцию по борьбе, и вот соревнования начались, когда я пошел в эту секцию, я же не знал, что у нас будут соревнования, мне никто это не объяснял, а у меня злобы, ни на грош нету, ни на кого, ну у меня, это, если кому-то будет награда, мне не будет, потому что я с младенчества был такой, мне любую букашку жалко было, я никому там ножки не отрывал, ничего, ну стрекоз ловили, правда, но не отрывали ножки, а так их просто на иголочку насадить, чтобы засохнуть, ничего не оторвали, ничего не отрывали, да, но горы покоряют, один это, утерел, другой упал, горы покоряют, все нужен какой-то, все нужен какой-то адреналин, и причем, знаешь, что там деньги будут, а сейчас для молодежи, вообще золотой век настал, забираются на какую-то башню, повис вот так на руках, его сняли на камеру, показали, что это высоко, он это ставит, лайкайте, лайкайте, это не лайки, а в компьютере ставишь добро, и ты вот так вот ткнул, а с тебя деньги уже высчитали на него, да, я не делаю так, да, не надо это делать, и, и все, и они, и леонеры, он один раз поезд где-то, и не сорвался даже, а кто-то и сорвался, и не один, а кто-то и утонул в бурно, да, за это специально делают, и по всей, завален весь интернет вот этими вот, завален всем вот этим, ладно там, когда собака там под гитару поет, он там играет, она, ну, забавно, да, это нормально, но я не видел ни одного лайка, этих лайков, чтобы там, где Игнать Иванович рассказывает о страхе Божьем, ну, самое большое там за 5 лет, ну, 20 тысяч просмотра, самое большое, но это, а у них за 5 минут, 20 тысяч просмотров, вот у этих вот, адреналин, а почему, а другой-то смотрит, и ему тоже вот это нужно, вот это вот, как бы, вот это сатанинское, перехватить, это же все сатан, адреналин, это сатанинская страсть, которая кипит в крови человека, и говорит, как пламя разливается, не садись, написано, в верхнем завете, не садись с молодой девицей за один стол, один на один, ибо как за пазухой, ты не можешь удержать пламя, так эту страсть разливающуюся, ты не сможешь удержать, сатана входит, и кровь закипает, просто, как показывают мультики про кота, когда он там идет, с мышонкой там ловит, ловит, а там кошечка такая синяя, там он показывает, такая красивенькая, все такая вся ухоженная, и он, у него глаза что-то так, вылетает, но это можно показать в мультфильме, так вот это все по-настоящему вылетает у человека, а потом, а потом какой-то там миллионер, умер там, с какой-то там девушкой, социально низкой ответственности, где-то уединился, и умер там на ней, все, а сколько ему лет, до 70, а ей сколько, 19, ну поздравляем, милости просим, да Господь это сказал еще когда, говорит, 6 ненавижу, а за 7 проклята земля, и написано, за этого, говорит, старика, который в похоти своей околевает уже, уже старик, уже, какая там тебе похоть уже, ты должен, мудрость какую-то нести, а бреются все, бреются, бреются, чтоб моложе быть, моложе, едят, едят, меньше морщин, пухлее стану, так, есть у кого, что сказать, насчет гордыни, итак, продолжим, 4 глава, 10 стих, тогда Иисус говорит ему, отойдешь меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи, толкователь, Господь раздевался на него, когда увидел, что он присваивает себе то, что принадлежит единому Богу, хватит шушать, единому Богу, и говорит, все это дам тебе, будто свое собственное, познают, сударь, как полезно писание, Господь им заградил уста врагу, и теперь комментарий Игнатиевича Лапкина, Игорь, это же от Матфея Евангелие ты читал, от Матфея, да, сама первая, вместо спрашивает, какое это, 4-10 Матфея, если в эти три искушения дьявол вложил все соблазны мира, это чрево, чудо и авторитет, сейчас будет раскрытся дальше, спаситель каждый раз отвечает текстами Священного Писания, Ни на одно слово Христа, сказанное из Библии, дьявол не дает ни одного слова возражения. Причем, хочу заметить, что все слова из Ветхого Завета, которыми Христос отвечал дьяволу. Отсюда вопрос. Достаточно ли знания Нового Завета? Достаточно для того, чтобы покаяться перед Христом. Но чтобы добраться до крещения, обязательно нужно знать Ветхий Завет. Кстати, Игорь Третьяков прочитал Пророков только где-то в 2003 году. Я с ним начал говорить когда. И узнал, что он не любит читать Пророков. 2003 год Игорь Третьяков. Ну, другой он читал. Я его за это пожурил, и он прочитал. Игорь Третьяков где-то на отдыхе с семьей. Отпуск у него. Пускай отдыхают. Продолжительный учет. Если... Так, дальше. Ни на одно слово Христа, сказанное из Библии, дьявол не дает ни одного слова и возражения. Почему же? Если змей все еще сомневается, кто перед ним, действительно ли воплощившийся Сын Божий, и это сомнение разрешится только при распятии и воскресении, то относительно Слова Божия противник неба уверен, что Иисус из Назарета, плотник и Сын Марии, приводит слова того, кто сбросил его с неба, кто лишил его знания, звания Херувима, осеняющего. В каждом слове Божьем враг видит автора этих слов, то есть автора с большим ухом Бога, чувствует его присутствие и не выказывает никакого сомнения относительно истинности этих изучений. Ну то есть мы тут правда не... Когда Господь сказал, все и конец, он переходит к следующему. Как бы Господь прижевляет прям, прижег, и оттуда никакие головы не выросли. Он опять ему ересь, Господь опять местным писанием победил. Опять ничего, он опять не возражает. То есть вот об этом здесь комментатор Игнатий Лапкин и говорит. И этим же методом, отвечать цитатами из Библии, пользуются все святые при разговоре с дьяволом, и ни разу сатана не опровергает этих слов. Как будто они прожигают его, и опрокидывают, и делают безмолвом. Люди изучают различные науки, искусство, риторики, умение побеждать соперника, но ничего не может сравниться с чистым Словом Божьим, с его силой и неотразит. Никто хуже православных не знает Библию и ее содержание. Это же почти полностью касается и пастырей. Да коли Библия не будет стоять на первом месте в сознании людей, пока Евангелие не займет центральное место в разуме, до тех пор называющие себя верующими будут поражаемы дьяволом, и за эту ненаученность понесут ответственность те, кому верены эти овцы. Люди придумали различные обереги, надписи, священные предметы и особенно 90-й псалом, чтобы отбиться от дьявола, предлагая, что он всего этого боится, предполагая. Но вот здесь видим, что лукавый сам читает этот псалом Давида и пользуется им как своим оружием, даже против Христа. Еще говорят, там часто фильмы ужасов там снимают, ну когда-то там я смотрел. И всегда люди спасаются в церковь, все бегут в церковь, в церковь прям надо на порог забраться, все, сатана встал перед церковью и никуда не может зайти. Жития святых показывают там, не просто он может зайти, он, будем так говорить с такими словами, пасется в этой церкви. На пасовых, в кавычках, которые не знают слова Божьего. Пасется прям, и написано там, стоит монах, монах стоит, и он к нему подходит, а у него корзина там, что только нету, снег всякое там, и лепестки роз. Ну а для чего лепестки роз? И вот стоит молодой монашек такой, стоит вроде бы что-то поет там, что-то слушает, а он ему подходит, и вот так вот сверху лепестки роз на лицо, и они вот так по векам его лепесточки роз бьют, по векам, по бровочкам, по носику, и он стоит, стоит, и раз, и заснул. Он даже лепесточками роз пользуется, чтобы усыпить. У нас сколько братьев здесь, новоначальник стояли, и Никита Колесников в той же истории, и Володя был, Славик Волков падал, и кто только не стоял, и падают. И я тоже вначале сильно сражался с этим, очень, прям испытатель какой-то, стоишь, пока на клир не попал, не начал славить Господа. Надо петь, надо учиться петь и воспевать Господа, и тогда все, не будет сотовать тебе лукавую приставать, потому что ты поешь сердцем, петь разумом, всеми силами петь. Вот тут адреналин давай вперед, прославляй Господа Бога, и тогда он тебя засыпет этими розами, и ничего не будет, и никто не узнает, что на тебя они сыпались. А другие снеди там, у кого-то там строительные материалы, и ты там начинаешь думать, как построить что-то. А другой снеди, а что-то поесть интересно, сейчас вот не поел в воскресенье, а сейчас приду, чего у меня там есть поесть в холодильнике. И перебираешь, там жопки колбаски торчат, там куриные ножки, рыться там всякое. Так, 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 а что бы мне сделать-то, что бы в духовку запихать? Нет, 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 это долго, сразу на сковородняк кинул. Нет, лучше пельменей. Нет, пельмени не лучше. Не лучше, а для монахов и это пойдет. И вот они там, мечты эти, благоухания, разносятся, и все, и на молитве нету никакой речи. Вот ему что надо. Это, к этому же относится все. Об этом не говорят. Да, к этому же все относится. Только здесь он хотел Господа хлебами накормить, а там другим накормлено, потому что хлебы всегда есть у монахов. И вот там, вот Мария Египетская, конечно, она просто воображение людей поражает. Напрочь поражает. Когда там она эти 47 лет и ничего не ест. Бегает голая, как травку какую-то щиплет. И до такой степени верует в Бога, аж поднимается над землей. Конечно, и каждый год ее читают. И ни разу в житии от святых. Кирилла и Мефодия. Я не слышал, что вот сейчас будет опять Кирилла и Мефодия. Будут нести Кирилла и Мефодия. Ну, азбука там и так далее. Ни разу не слышал, чтобы остановились даже посреди города и сказали. Люди, мы тут идем крестным ходом к Кириллу и Мефодия. Давайте жития от святых сейчас узнаем, кто они такие. Да мы и так знаем, они нам азбуку дали. Они нам азбуку. Чего как попки заладили с этой азбукой? А какие они были святые? Чего они сделали? Сколько людей их задом вывели? Давайте почитаем все-таки. Это же вы такие сейчас. Лучше бы их и не было. Лучше бы они сейчас, эти Кирилла и Мефодия, появились. Так сколько спасенных было. А так, всех усыпили этими крестными ходами. Всем подряд там, кому там. Да мы их знаем. Да это тот, это Илья. Да мы знаем, на второе число дождичек пойдет. Да мы знаем, все, до второго числа купаться можно у нас. Все, все знают. Только еще никто не спасся Ильей. Вопросы? Время? Время. 49 минут. Еще читаем. 4-й, 11-й стих. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Толкование. Господь победил три искушения. Это пресыщение, тщеславие и любостяжание. Это главный из страстей. Следовательно, кто победил их, тот тем удобнее преодолеет прочие. Посему и ангелы служили ему, чтобы мы знали, что и нам после победы готовы будут служить ангелы, так как Христос все себе творил и показывал для нас. Потому что ему, как Богу, ангелы служат всегда. Вот закончилось. Казалось бы, Господь крестился. Так должно нам исполнить всякую правду. Иисус, Христос под руками крестителя оказался Иоанна, а сам его не крестил. То есть, Иоанн Креститель, не крещеный. Ну, и это бы было странно, раз он крестит, при чем здесь он крещеный? Ему были даны такие обязанности. Он был первый просто и единственный. И интересно, что он крестит самого Господа Бога. Иисус Христос, Господь наш. И он его крестит все, чтобы так исполнить всякую правду. Какая правда? Испытание, то есть, так бы сказали, ну, конечно, Христос все, пришел, он Бог там, ну, как хороший начальник, царь, по льготам проскочил. Нет, мы смотрим. Вышел в пустыню, побыть одному, а нет, прям вживую подходит сатана. А он голодный, охота и алка, алка, алчат и жаждет. Все охота. Почему? Он же не просто, как мы там, думал о том, как будет церковь, какая она будет, кто будет там, апостол, кто-то включил. Кто-то подавать на небе или нет. Господь не об этом. Он молится. Хотя, ему что молиться-то, Господа? Вот так вот беседует с отцом своим. Как все это будет? Как сложно вывести людей? И исполняет еще такую правду. Это пост. Без поста не будет ничего. Впереди у нас сейчас тоже пост будет. В самый такой рассвет, лето. Строгий, без масла. Да, строгий, без масла будет пост. Он, правда, коротенький. Без масла, да. В субботу, воскресенье масло можно. А в будничные дни масла нельзя есть. Вот будем показывать Господу, что мы помним его правду и истину, как он оказался в пустыне один на один с сатаной. И никто не мог ему тогда помочь. А потом раз, написано, ангелы служили. Почему? Потому что все свершилось. И сатана, главное, так и не смог понять. Сорок дней он алкал, жаждал. Но он не пошел выше, чтобы не показалось это призрачным. Иначе бы сатана сразу начал думать уже. Да и так только Бог может делать. А там, где ищи додумался бы до чего-то. Все-таки не голова, а дом советов. Но ничего не помогло. Господь проявил свою бдительность и терпение к нам грешным. И ему, конечно, хотелось тоже выйти к людям. Потому что он хотел увидеть кто, когда человек из твоего врага станет другом. Это самое лучшее, удивительное. Помните, как к нам на занятия приходили различные люди. И как мало осталось. А когда оставались, как радовались. Я помню, когда первый раз пришел на занятия, Славик Старков тогда. Мы с ним тогда жили там недалеко от церкви. В избушке его. И он мне показывает, показывает меня Миша Никитину. И говорит, Миша, это вот Игорь. Он вот уверовал. И Миша такой восторжен. У него глаза, в глазах аж блеск какой-то. Правда? Да ты что, подбежал мне за руку вот так трясет с под таким глазенком. Такой эмоциональный брат был. Господи Побилый. Куда же наша первая любовь дается-то? Хрещается. Но. Как он радовал. Я ему потом рассказывал, когда он уже ушел, потом там видели с ним. Я говорю, ты помнишь, как ты меня за руку там трясал? Да ты что, правда что ли? Я говорю, да ты что? Как можно забыть это? Такую радость показывал. Как мне пробиться к тебе оглашенной, тропинку в душе проложить? Будешь ли дьяволу частой мишенью, старое все ворошить? Проповедь, проповедь, сделай снарядом, хлебом насущным, водой. Счастье отцовства появится, рядом нежный росток молодой. Прошу вас. Ну, вот ты сейчас затронул тему первой любви. Елена Степановна сказала, похищает сатана. Ну, а как вот нам Слово Божие говорит? За то, что ты оставил твою первую любовь. Не за то, что там сатана похитил. То есть это говорится о том, что, возможно, тут и сатана даже не при чем. А мы сами это все растрясли своими поступками. Где-то не пободрствовали, где-то поленились. Понимаете? Поэтому тут больше акцент на себя, а не бес попутал, как говорят в народе. Ну да, но не без бессовщины, конечно. Не без него, конечно. Ну, да, именно так написано. Сестра правильно передала. Там не написано, что бес на тебя нападет. Но написано, что дьявол ходит, как лев, врикающий, ища кого поглотить. И под это ища подпадают все. И вот кто не пободрствовал, почему сегодня в прошлом суде читали мы, да, как нужно выбирать это. И вчера вот о заповедях божьих и заповедях сатанинских. Что ты выберешь? Заповедь сатанинскую или заповедь божью? Для меня вот странно, что дети часто, почти всегда, выбирают сатанинские заповеди. Я сам себя маленький помню. Очень был падок на такое всякое злое. Соврать там, сматериться, что-нибудь. Такой обман какой-то совершить. помню машинки любил, маленькие такие вот появились. Ну, прям машинки. И там они, колесики крутятся, все. И у меня так на сердце это... И у многих детей машинок этих много. И они выходили на улицу и на улице играли с ними. Ну, а у меня какие-то машинки пластмассовые всякие такие неказистые. И я так делал, что заигрывались эти машинки. Я их на этот песочек закопаю, а там еще тысячи не могут найти. Где машинки? Нету. Типа капу украл, да? Конечно. А я потом выкапываю ее потихоньку и домой. И дома любуюсь ей. А, машинка. Я помню маленький это. А мне на сердце так плохо. Очень плохо. И я потом возьму, выйду и куда-нибудь в углу так закопаю глубоко. И потом выйдем там играем. Я говорю, давай ты в том углу будешь там копать это. И он раз такой себе в машинку нагружает кузов. Оп! И машинка эта. И он такой, о, машинка моя. И я так хуууу, думаю. На прокат взял. Думаю, не надо это делать. Не надо это делать. А потом увижу какую-нибудь другую машинку хорошенькую. Тихо. Стырил, ушел, называется, нашел. А драться-то не любил за какие-то игрушки, не любил. Да, я хочу еще на этот вопрос. Еще ситуация такая, что вот дьявол, он за человеком следит, который идет ко Христу, да? Вот до такой степени следит, что уже человек приехал, уже принять крещение. Вот по теряйке у нас приехала наша Валя, дорогая сестра. Она приехала, и в этот вечер, когда перед крещением, они пошли купаться. И она стала тоже купаться, и ее, Сатана, вытащила вниз. Ну там Тина как бы намоталась что-то на ноги. Нет, она стала тонуть, и долго ее не вытащили. И ее вытащили, и ее вытащили. То есть Сатана до самого конца, до самого крещения. А потом там, пока-то вот это вот, не допускает даже до крещения. Вот это вот, это похищение. Какое вот она, ну какие-то, что-то было у нее на то, чтобы ее вот так вот сделали. Вот так ей это Чтобы она это запомнила И вот она ведь в двери до сих пор остается дольше, чем все другие А сколько у нас людей ходило на занятия? Я понимаю А сколько у нас ходило сюда в церковь уже? И ушло Я вот подсчеты вел До 60 людей 60 человек у нас были здесь Какое-то время И ушли Похитила А они не смогли с ним сражаться А те, которые на занятия приходили С сотнями исчисляются Которые не дошли просто до храма Божия Да что там говорить Взять вот Сережу нашего Пупкова, маму Совершенно Такая здравая женщина Все понимающая И Сережу любит-то своего И понимает все Нет, не идет молиться сюда к нам Недостойно Так ближе некуда уже, казалось бы А у меня мама тоже постоянно смущается Что-нибудь услышит в проповеди Вот опять не стоит на занятиях Вот и вот опять Вот так вот Какие у нас есть вопросы? Сейчас будем молиться Все Ну, Господу нашего слава Достойно есть Благодарю тебя, Господи Благодарю тебя, Господи Велики твоей милости За слова сии Которые прям напрямую нам говорили Как Сатана приступал к тебе И ты словом Божьим Победил его Вот что значит истина Твоя Господня Которая только одна здесь на земле И может показать нам путь Ко спасению Благодарим тебя, Господи, за сия Помоги нашим чадам Которые сейчас вступают На путь учения Чтобы эта учеба Мирская, светская Была им в помощь тоже И чтобы они Любили читать Слово твое святое Любили слушать его Благовестие Любили Помоги, Господи, Выйти на благовестие И другим людям Передать слова твои Благодарим тебя за то Что ты нам это и даруешь И даровал уже Благодарим за эти Большие, великие поездки По Европе И по всей стране России Которые оставили Столь много слов Твоих святых И в толковании И в комментариях Православных Благодарим тебя, Господи Помоги, чтобы священники Как должно Учили людей Покаявшись Пред тобой Тебе слава за все Отец и Святой Дух Аминь Спасибо, Христос Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!